Всем привет, друзья! Ну что, продолжаем творить. На этот раз будем делать подвес для сатуара. Это такая подвеска длинная. В общем-то, украшение. На конце этой подвески обычно вешается кисть со всякими бусинами. Но я хочу попробовать. У меня есть вот такие вот концевики. И драконья голова, и голова орла или ястреба. В общем, птичка. Я подумала, что я сделаю из клёна вот такие штуки. Ну, в общем, посмотрим, что из этого получится. Сейчас надо выпилить наши детали. Вот я выпилила две такие заготовки. И теперь бормашинкой сделаю, во-первых, тоньше. Пирожье не может быть таким массивным. Вот. Сейчас моя задача снять объём. И чтобы перо было не таким ровным, плоским, а имело изгиб. Сейчас этим и займусь. Субтитры делал DimaTorzok промежуточный вот такой этап я придала объем пока так сейчас будет такая маленькая вставочка мне пришли ножи специально заказал разные и решил я попробовать заменить обычный держатель на такой металлический не знаю будет он лучше держать или не очень но потому что я замучилась покупать мне кажется вот одна шлифовка и у меня одна лопается резинка и как бы приходит в негодность посмотрим может быть эти получше качество не знаю они у меня уходят просто в лед но и вот такие будет прокручиваться не будет здесь хвостовик на 235 это для вот этой бормашинки потому что на дремель у меня есть она это нас нет вот сейчас мы и попробуем размер по крайней мере подходит точно а эти уже тут три наверное это под дремель но здесь и по ощущениям да конечно такие прям должны хорошо драть дерево ну надеюсь у меня просто есть один проекте прям надо много снимать раздавайте сначала проверим вот эту защиту одеваем так ну что я довольно снимать хорошо в процессе обработки не снимается потому что она достаточно плотно сидит вот принципе качеством я довольна теперь я хочу попробовать это на 180 я хочу попробовать помягче одеть что-то мне кажется мне 180 мне это больше похоже на 80 не на 180 сейчас я не помню даже насколько я заказываю вот это помягче 120 тоже оделась но она послабже почему-то держится посмотрим сейчас классный держатель я очень прям довольна и наконец-то у меня на стронге будет такая штука не слезает не слетает ничего прекрасно ссылочку выложу в описании может кому-то пригодится информация вот а теперь я все-таки хочу попробовать ножички для этого мы конечно возьмем какую-нибудь другую деревяшку не нужно сейчас специально взяла яблоню по-моему это яблоняешь а не ошибаюсь или груша для вишня ну блин я не очень разбираюсь в плодов в плодовой древесине мне кажется я понюшу не важно дверг твердая древесина ножи будем пробовать на ней слушайте ну классно очень агрессивно очень ну несмотря на то что очень агрессивные ножи я он как бы не выдирает не дергает я спокойно удерживала ручку ну то есть если глубоко конечно не вкапываться отлично прям супер значит будем делать один проект просто обычными ножами вот такими борами по алюминию допустим или или всякими разными вот такими борами они больше гладят и зализывают древесину чем снимают ну то есть на твердую древесину вообще по липе еще ничего а вот по твердым не очень а сейчас еще одну штучку проверим вот на чем надо проверять помните мою злосчастную куксу по-моему я снимала видео и где-то она у меня не обработанных лежит ну в общем никак я и не могла доделать потому что соседи мешали теперь давайте попробуем хоть чуть-чуть снять древесины напоминают карельская береза высохшая прочность просто зашкаливает все стамески я переломала на нее вот ну сейчас попробуем как работает этот бор в общем грызет он ее отлично я конечно так не буду все все обрабатывать я все-таки тут пилю лишнее но доводить в общем зверюга ножи зверюги ну а полипе так вообще даже проверять не буду отлично будет угрызаться единственное что надо конечно техника безопасности полностью контролировать процесс глубоко не вгрызаться чтобы не застревало ничего в общем будем работать ну а теперь продолжим работу над пером самое интересное что сейчас мне хочется поработать ножами потому что по все вот щелочки такие только ножичек ты подлезет никакой круглый бор никакой хвостик отбора и туда не залезет поэтому поработаю-ка я пожалуй ножами как всегда неизменно у меня ножи от белого и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Осталось покрыть морилкой. Корректор А.Кулакова Покрывать буду аэрозольным для дерева. Сохнуть будет пару часов, поэтому мы сейчас вот так воткнем и оставим сохнуть. Так, ну что, настало время заканчивать наше перо. Лак высох, он такой вот глянцевый, получился приятно на ощупь. Для украшения самое оно. Вот и осталось приклеить наш набалдашник. У меня, к сожалению, закончился эпоксидный клей. Поэтому будем вот на момент кристалл. Вот, дадим клею схватиться. И получился такой подвес на окончание сатуара. Транситуар я уже покажу в другом видео, как буду собирать, потому что у меня еще нет... Не все детали для него есть для создания. Пока металлический тросик только купила, но там еще есть некоторые моменты, которые пока что не могу найти. На сим откланиваюсь, всем хорошего дня, хороших предстоящих выходных, да и вообще просто всего вам хорошего. Пока!